Добрый день, дорогие ребята! Тема нашего урока – какие слова называют действия предмета? Сегодня на уроке ты узнаешь, какие слова обозначают действия предмета, на какие вопросы они отвечают. Вспомнишь роль мягкого и твёрдого знаков в слове. Рассмотри картинки. Что делают дети? Девочки катаются на коньках, катаются на лыжах, тренируются, играют в мяч. Мальчики играют в хоккей, играют в футбол, разжигают костёр, поднимают штангу. А сейчас давайте выделим слова, которые указывают на действия детей. Что делают девочки? Катаются, тренируются, играют. Что делают мальчики на картинке? Играют, разжигают, поднимают. Эти слова – действия. Они нам рассказывают, какое действие совершается. Следующее задание. Нам надо задать вопрос к выделенным словам. Запомните правила. Слова, которые обозначают действия предметов, отвечают на вопросы, что делает, что делают. Например, что делает? Играет. Что делают? Играют. Мы с вами узнали, какие слова обозначают действия и на какие вопросы они отвечают. Посмотрите слова. Петь, пить, жить, вить, выть. Эти слова тоже обозначают действия. Тебе нужно определить, какие слова относятся к данной схеме. Вспомни, что у нас есть звуки, которые всегда остаются твердыми. А также есть знаки «мягкий» и «твердый» знаки. «Мягкий» знак смягчает впереди стоящую согласную, а «твердый» знак придает твердость. Давай проверим, правильно ли ты выполнил задание. К данной схеме подходят слова петь, пить, вить. Молодцы! Следующее задание в рабочей тетради номер 2. Откройте страницу 32 номер 3. Сейчас мы с вами будем волшебниками. Нам нужно превратить эти слова в слова действия. А как мы это сделаем? Я сейчас покажу на примере первого слова. Что? Игра. Что делать? Играть. А сейчас поставь видео на паузу и попробуй самостоятельно выполнить это задание. Давай проверим, правильно ли ты выполнил задание. Что? Жизнь. Что делать? Жить. Не забудь. Жи-ши пишется с буквой И. Что? Чтение. Что делать? Читать. Что? Рисование. Что делать? Рисовать. Следующее задание в рабочей тетради номер 2 на странице 33 номер 4. Нам нужно вставить пропущенные слова действия. Хоккеисты. Что делают? Штангист. Что делает? Вратарь. Что делает? Атлеты. Что делают? Внизу нам даны слова-помощники. Поднимает. Играют. Защищает. Прыгают. Бегают. Используя эти слова-помощники, ставь пропущенные буквы. Поставь видео на паузу и выполни задание в рабочей тетради. Давай проверим, правильно ли ты выполнил задание. Хоккеисты что делают? Играют в хоккей. Штангист. Что делает? Поднимает штангу. Вратарь. Что делает? Защищает ворота. Ча-ща. Пиши с буквой А. Атлеты что делают? Прыгают. Бегают. Молодцы. Я думаю, вы все верно выполнили задание. Сегодня на уроке мы познакомимся с известным российским поэтом, писателем и переводчиком. Леонид Леонид Львович Яхнин появился на свет в 1937 году в Москве. С детства он мечтал стать писателем, но по воле судьбы оказался в Московском архитектурном институте. Случай помог ихнину всерьез заняться литературой. Однажды архитектор заглянул к одному из редакторов и показал свои стихи, которые на удивление сразу приняли. Первыми работами поэта стали следующие сборники. Мой город, садник, сосны корабельные. Всегда вперед! А чтобы узнать, с каким произведением мы познакомимся сегодня, разгадай ребус. Что у нас изображено на картинке? Лиса. Поменяй местами буквы, а в конце добавь букву Ч. Какое слово у тебя получилось? Верно, получилось слово силач. А название рассказа силачи. Как ты думаешь, кого называют силачами? Сейчас мы узнаем. Силачи. Встретились два приятеля. Один другому и говорит. Я такой сильный, что одной рукой грузовик подниму. А другой ему. Да я дом могу поднять. Первый мальчик не растерялся и говорит. Да я могу электровоз поднять. Правда, двумя руками. Ну, если двумя, засмеялся второй, я целый поезд в сто вагонов подниму. А я слона подниму. Да еще десять раз подкину выше крыши. Не сдавался первый. Что, слон? Ахнул рукой второй мальчик. Я гору подниму. Одной левой. Вот какие силачи. Да только проверить трудно. Шла рядом с ними старушка с тяжелой сумкой. Но разве это тяжесть для наших силачей? Они и смотреть-то на нее не стали. Как вы думаете, можно ли этих мальчиков назвать силачами? Я тоже думаю, что силачами этих мальчиков назвать сложно. А как бы ты назвал таких ребят? Верно, таких ребят мы можем назвать хвастунами. Вот такие настоящие силачи. Настоящие силачи – это сильные люди, которые не только хвастаются, но и помогают людям, которые нуждаются в их помощи. А могли бы мальчики помочь старушке? Конечно, могли. А сейчас давай вспомним, что мы сегодня проходили на уроке. Сегодня на уроке мы с вами познакомились со словами, которые обозначают действие предмета. На какие вопросы отвечают слова «действие»? что делает, что делают. Оцени свою работу на уроке. Я доволен своей работой на уроке. На уроке я работал неплохо. На уроке мне было трудно. Спасибо за урок. До свидания. Желаю удачи.